В сезон свежей зелени готовлю это блюдо постоянно. Быстрый и вкусный рецепт из доступных продуктов. Начнем с того, что подготовим зелень. Можно использовать абсолютно любую, которая больше всего вам нравится. У меня традиционно это зеленый лук, много зеленого лука. Я его предварительно помыла и обсушила бумажным полотенцем. Нарезаем лук достаточно мелко и высыпаем в глубокую емкость. Теперь нарезаем небольшой пучок укропа. Стебли от укропа и другой зелени я никогда не выбрасываю, а использую при приготовлении бульонов или для запекания рыбы или мяса. Нарезаем укроп тоже достаточно мелко. Нарезанный укроп тоже высыпаем в емкость. Еще для начинки нам понадобятся отваренные вкрутую куриные яйца. Нужно 5-6 штук. Я уже заранее их отварила и очистила. И теперь нарезаю достаточно мелко. Нарезанные яйца тоже высыпаем в емкость зеленью. Добавляем столовую ложку сметаны и хорошо все перемешиваем. Начинка готова. Отставляем ее в сторону, а пока подготовим тесто. В глубокую емкость разбиваем 4 яйца. И одно яйцо разделяем на белок и желток. Белок отправляем в емкость к остальным яйцам, а желток выливаем в отдельную посуду. Он нам пригодится чуть позже. К яйцам выливаем кефир. Я предпочитаю использовать кефир с высоким процентом жирности. Не менее 2%. Добавляем сметану. Можно использовать сметану 10-15% жирности. Теперь при помощи венчика хорошо размешиваем, чтобы все ингредиенты хорошо смешались между собой. В яично-кефирную смесь высыпаем заранее просеянную муку. Можно использовать цельнозерновую, если хотите сделать блюдо еще более полезным. Добавляем разрыхлитель и немного соли. Теперь с помощью ложки или венчика замешиваем гладкое и довольно-таки жидкое тесто. Консистенция теста должна примерно быть такой, как на оладьи. Вот и все. Наше тесто готово. Подготовим теперь форму для запекания. На дно формы наливаем немного растительного масла и равномерно кисточкой распределяем по всей форме. Теперь высыпаем немного панировочных сухарей. И тоже распределяем по форме. Это нужно для того, чтобы готовый пирог можно было легко достать из формы. На дно формы выливаем примерно половину теста. Равномерно распределяем и выкладываем начинку со свежей зеленью и яйцами. Вообще этот пирог можно готовить с абсолютно разными начинками. Как сладкими, так и не сладкими. Это довольно-таки универсальный рецепт, который я часто использую. Сверху на начинку выливаем вторую половину теста и равномерно распределяем. Чтобы пирог сверху был красивый и румяный, его нужно смазать. Для этого берем тот самый желток, который у нас остался после приготовления теста. Добавляем немного сметаны и хорошо все перемешиваем. Теперь при помощи кисточки смазываем пирог. Осторожно и равномерно по всей поверхности. В конце я обязательно посыпаю пирог семенами кунжута. Так и вкуснее и полезнее. Пирог выпекаем в разогретой духовке 40-50 минут при температуре 200 градусов. Учтите, что внешне готовый пирог может оставаться сырым. Поэтому обязательно проверяйте пирог на готовность при помощи деревянной шпажки. При необходимости увеличьте время готовки. Еще на 10-15 минут. Готовый немного остывший пирог достаем из формы и нарезаем на порционные кусочки. Вкусный, полезный пирог со свежей зеленью готов. Идеальный вариант для ужина или просто перекуса. Это очень вкусно. Советую приготовить. Жду ваши отзывы в комментариях. И конечно же фотоотчеты в инстаграм. Всем приятного аппетита, отличного настроения. И до новых рецептов. Пока-пока.